Здарова ребятушки, с вами Агладушки Мини Эрвейс, как бы у нас сегодня суббота, все дела, поехали поиграем, нас ждет, нас ждут далекие дали, ну, в смысле, отдали, вот, у нас какая-то такая немножечко, там, ну, не знаю, одна полоса, спасибо, кстати, за пожелание здоровья под прошлым видео, в этот раз вроде как все, все уже получше, все уже понормальнее, поэтому, посадочная полоса, аэропорт Дали-Фини, управляя полетом через, ну, короче, поехали. Посмотрим, нет, там стрелочки, немножко неинтуитивно, чуть-чуть, а, тут горы будут, продвинутый уровень горы, слишком малое расстояние между самолетами и грами может также привести к аварийному закрытию воздушного пространства, ясно, пожалуйста, инструктируйте самолет для избежания, инструктируйте, они, ладно, хотел сказать, они слепые, да, они... А, ну, у нас одна полоса, это немножечко усложняет задачу, потому что, насколько там было закрытое пространство, но там было две полосы и... Горы так и блюдки расположены, не в тему... Постранство для маневрова реально очень мало. А вы успеете сесть, разойтись нормально, нет? Озеро Эрхай, ну, хай. Не могу сейчас розового но взлет поставить. Или могу? Могу. Пошель, 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 давай, дружи, давай. Хорошо. Вектор для destination. Максимально некомфортно ощущается карта? Не знаю. Сейчас будем. Нет, с той стороны захода не сделай, блин. Существует. Существует. Будем сейчас смотреть, насколько... Отличается. Ну, на самом деле, вот эта штука, то, что ты не можешь выставить заход с какой стороны, она уже немножко подвешивает. Это, оказывается, бесит не только в состоянии, когда ты больной, это, в принципе, немножечко неправильно. Да, чуть-чуть захватил. Вектор для destination. Трафик. Не-не-не, нормально. Трафик. Трафик. Не-не, нормально, разойдетесь. Я говорю, нормально. Я чуточку разочарован, что в прошлой серии у нас не было какой-то такой крутой истории, связанной с тем регионам, потому что... Ну, количество авиакатастроф и всяких вещей, которые были связаны с теми или иными регионами, на самом деле, очень большое за... Зону Штейни, пожалуйста. За все это время, за время существования авионики и авиации, и поэтому... Могли бы, наверное, немножечко побольше интересных фактов раздобыть и впихнуть. Пусть бы даже это сказалось как-то на геймплее. Попробуем его тут под горой провести. Не очень красиво, придется прям... Скальпелем... Мы еще потеряем... Будешь еще злом горить в Watch Boundary, то есть, типа, осторожно, потому что потеряете борт, ну, ладно. Как теряем новый курс? Да, 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 Watch Boundary, погибай. Сюда. 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 Ты же не можешь заложить нормальный маневр, чтобы он взял и пошел вот так вот. И там придется тратить по вот этим точкам пролета, а не... Ну его нафиг. Да ну на эту сто... Спасибо. Все, нормально. Надо маневренный самолетом прокачать, если будет такая возможность. Быстрей! Уйди с дороги! Вектор Дестинационный. Флай-хединг 210. Флай-хединг 325. Ты же успеешь выйти в зону зеленую? Флай-хединг 265. Руни-хединг 1-7. Слышен для взрыва. Флай-хединг 290. Вектор Дестинационный. Не могу справляться. Слышен слишком глубокий. Все, ты можешь там справляться. Давай, чего? Флай-хединг 350. Вот так. Что за розовое такое направление популярное? Так, выход не хочу. Ускорение, да, давайте. Знаете, вот эта фишка, то, что они в апгрейде тебе дают увеличение воздушного пространства. Есть в этом такой какой-то запах скама, знаете, как будто тебе продают телефон, а потом к нему зарядку отдельно. Ну, знаете, как айфоны начинали это делать, это же было, типа, все как скам. Вот то же самое здесь. Ты чувствуешь, что оно должно быть в одном комплекте? То, что просто ты мышкой должен туда-сюда водить и увеличивать, и это уменьшать. Но нет, они тебе это дают как апгрейд. Видите, воздушное пространство самому пассиву потихонечку расширяется, то есть это не должно быть за счет апгрейда. VIP-самолет. Приоритет внимания обслуживаем VIP-самолет с специальным позывным. Чем больше будет обработан, тем больше очков будет начислено. VIP-самолеты имеют полный скачка на отображение. VIP-самолет с специальным позывным. VIP-самолет с специальным позывом. 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 вот тут не пройдет fly heading 095 fly heading 070 Vector to destination. Vector to destination. Clear to land Runaway 17. Clear to land сразу на посадку чумок ван север кирпо тегов это наш 30 самолет летит хорошо все это сразу на посадку сейчас когда снизу расстояние к горе стало гораздо ну типа от горы старство раньше стало комфортно ускорение пожалуйста не-не-не-не-не выворачивай прокачать маневренность на свои маневренность 35 клетка тегов fly heading 045 успевай 35 клетка тегов вектор и дефицит еще круто land хорошо хорошо я так понимаю что до ачивки мы еще ждем с ракетом красный перешел туда так попробуем желтого снизу обвести а потом выведем его на point раз-два раз интересно зеленый спит там проскочить или нет runway 35 clear for take off vector to destination радио успевает fly heading zero nine or five Продолжение следует... 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 Время полосы Сюда иди, оранжевого сейчас пропустим И будешь садиться Ускорение Ускорение Руковод 1.7, очевидно для взаимодействия Руковод 1.7.5 Руковод 3.3.0 Руковод 1.7.5 Руковод 1.7.5 Руковод 1.8.0 Да блин, ну там миллиметр оставался, ты издеваешься Вот это, миночку 50 Ачивка за 50 дается А, на 45 открыт Пекин и Вашингтон, на 50 Блин, я честно говоря надеялся, что они разойдутся Это такая глупая ошибка Ай, блин Знаете что, пойдемте Сыграем еще одну карту Потому что это, во-первых, что глупо Во-вторых, она была, ну, что-то не настолько интересная Как мне хотелось бы Давайте хотя бы следующую глянем А, императорский дворец Шоуду Ого Ого Если там летать нельзя Кто был настолько геннистый Ты придумал Сыграем еще одну карту Сыграем еще одну карту Сыграем еще одну карту Три полосы Три полосы пока что выглядят перспективно тем, что Т-2 можешь использовать для посадок А третью тупо для взлетов И все Ну, типа С третьей запуливаешь постоянно самолеты И они у тебя не скапливаются в зоне ожидания Это выглядит трындец как логично Ну, посмотрим Вот этот, который через 3 километра придет сюда снизу Его нужно будет под дворцом проводить на посадку Вот видите, карта опять отъехала немножечко Это должно происходить само по свету Не должно быть апгрейдом Так, для друга легче, да? Нет, сзади бега Я icrando Все Стука полосы Всех Стука бежна Прис disabled Стука полосы Эмис Чди Господа Проверяйте 255. Вектор к дистанции. Открывается. Руководка 36. Руководка 01. Открывается к дистанции. Вектор к дистанции. Открывается. Открывается. Вектор к дистанции. Я понимаю, что они сделаны для челленджа. Они сделаны для того, чтобы тебе интересный геймплей. Чтобы ты бегал, что-то делал. Но это настолько противоречит всем принципам строения аэропортов. Открывается. Открывается. Руководка 01. Это просто дико. Не строятся аэропорты в таких местах, чтобы... Там бывает, когда безвыходно, когда у тебя какой-нибудь остров маленький, и туда нужно, чтобы самолеты летали. Или какие-нибудь там отдаленные аэропорта, знаете, там... Ну, не было места, построили его рядом с большим городом, или еще что-то. Да, это можно понять. Ну, вот такой трэш... Руководка 36. Сейчас вот этот сядет. Вы разойдетесь. Трафик не передвинется, хорошо. Открывается. Открывается. Руководка 36. Открывается. Открывается. Ну, вот еще раз там отдалили. Хорошо. Я хочу увеличить зону ожидания. Она прям лохонькая. Это два самолетика. Ну-ка, день заканчивается. Итак, да, вот зона... Блин, я еще и ускорение... Ладно, давайте пока зону ожидания мы на одну тушу увеличим. Ну-ка, тут с одной полосой было бы прям некомфортно. Куда ты полетел? Типа, ты не показал? Ладно. Пошел? 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 Пока вроде нормально, но мне нужно маневренность увеличивать. Пока что они слишком неуклюжие. Так, ты у нас на эту полосу садишься, да? Давай. Пошел? 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 5 36 left clear for takeoff 45 вектор и дистанции хорошо 5 километров сверху 36 left знаете в общем здесь все эти прокачки которые ты берешь они но они не то чтобы несущественные но они не настолько важны например как в тех предыдущих двух играх когда ты берешь вагон лишний или какой-нибудь мост и ты прям чувствуешь как тебе это спасает жизнь здесь все что ты берешь оно типа да такой приятный бонус но она не является каким-то критичным вот и я не знаю от него нету какого-то такого эффекта которого ты ожидаешь ну 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 пусть закончится день мне нужен этот апгрейд нет блин ты сидишь ждешь тебе в принципе нормально ну вот как здесь ну вот ускорение я его возьму но она не критично я не знаю как это объяснить не я знаю как это объяснить короче когда вышел киберпанк вот и несмотря на то что мне игра не не очень нравилась прям с самого начала я решил пройти для канала чтобы типа тогда было очень много хайпа с этой игрой потому что было бы неплохо ее все таки пройти пощупать вот и по сути игра оказалась абсолютнейшим отстающим ну то есть она была с точки зрения сюжета неинтересной с точки зрения геймплея неинтересной и там тебе предлагают прокачку целых по моему три ветки прокачек там физическая на чипы там то-то-сё-то а ты такой сидишь и думаешь а нахрена если вся игра проходится тупо с ножом то есть это у меня есть запись на канале большую часть игры я прошел просто с ножом под конец я а повернись ты тогда если не можешь это а вот и тебе предлагают прокачку а ты эту прокачку просто берешь ну чисто потому что ну она есть но она ничего не меняет в деймплее ну что и так игра проходится просто с ножом там пушки абсолютно бессмысленные зато ножом ты просто закликиваешь о битбейджем хорошо пикинули сделали вот ты просто босса закликиваешь ножом и он ничего не может сделать то же самое и здесь ты как бы немножечко разочаровываешься потому что тебе вот эти вот апгрейды прокачки которые предлагают они не существенные и они практически никак не влияют на геймплей и ты такой сидишь думаешь ну окей да и что на данный момент смотрите авиацию я люблю пожалуй больше всего из всей этой темы я обожаю самолеты я обожаю все что с ними связано но на данный момент это слабейшая из трех игр которые они выпустили как на мой взгляд я говорю что возможно еще что-то изменится возможно они еще что-то заапгрейдят что-то добавят дальнейшие карты могут быть гораздо интереснее я не спорю но пока что я же говорю этот проект выглядит как самый слабый из трех я боюсь чтобы с ними не было как с бихолдером потому что бихолдер который первый был просто замечательный второй был просто суперский мне он очень нравился а с третьим они не смогли справиться и третий получился прям скучный вот и так зону ожидания увеличиваем ты успеешь пройти успеет тогда мы его сверху сейчас заведем на посадку вот в первой части с нью-йорка мне понравилась вот эта фишка что у них была интересная история которой они рассказывали при этом была чрезвычайная ситуация с этим связанных но они пока что забили на эту тему и она не выглядит как то что это вернется возможно там для одного или для двух есть еще такие истории блин вот это неудачно сейчас было давай человек выворачивай сразу выворачивай уйди с пути ты идешь сюда и Продолжение следует... 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 До сотни может быть дойдём, кстати. Что-то с вот этим вот, что не могу зайти на посадку, всякое такое, мне вспомнилась старая шутка про девушку, которая приехала как-то в механику спросить, что там с её машиной, они говорят, знаете, у вас короткое замыкание, она говорит, ну так удлините его, ну вот то же самое. Ну и здесь так, короче, он говорит, не получится выйти на посадку, потому что слишком плохой угол, так и справьте угол, ха-ха-ха-ха, аа, какой бред. Он, да он за 2 километра какой трафик! Ааа, зона ожидания, давайте воздушное пространство ещё увеличим. Используем 3-ю полосу для посадки. Вот этих троих чувачков надо усадить. Угу. 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 Производя. Угу. 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 Гв sewer. Угу. сцены 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 Садись на третью 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 Садись на третью